здравствуйте амир владимирович привет что для тебя депутатство перформанс инсталляция или что-то еще другое вопрос задан совершенно неграмотно потому что это не инсталляция не перформанс за жизнь а по действию это конечно скорее всего перформанс он длится уже 18 лет 4 апреля 18 года будет 17 года будет 18 лет перформанс 1 очень крутой это в 99 году когда впервые стал депутатом и когда мы голосовали прямо на сцене были убраны все столы и объявлялась там округ номер один выходит такой-то депутат идет до стола регистрации под молчаливое такое наблюдение коллег заходит в кабинку и кидает в урну после кабинки это было настолько красиво настолько театрально я понял что наши перформансы по отношению к жизни мало чего имеют такого хорошего и и потом есть такой большой человек который повлиял не только на меня на все ижевское искусство актуальное это сергей кусков искусствовед из москвы он сожалению уже ушел вот во время моего первого кандидатского опыта когда я баллотировался в мэра города ижевска а он кстати вместе с лимоновым с долгиным курехиным сережей был организатором национал большевистской партии национал большевистской партии родилось как искусство как это какой-то такой как перформанс да превратилась потом непонятно что и сережа кусков не сказал ну почему ты не устроил там ни одной радикальной акции потому что он был евразиец и сторонником теории борьбы атлантистов евразийцев я ему сказал что я бы если бы устраивал то это привело к каким-то катаклизмам и я тогда возразил впервые против борьбы евразийцев и атлантистов потому что она может привести глобальным изменениям ну например мы покидаем друг друга бомбами ядерными земля сойдет с орбиты и вся солнечная система рухнет зачем нам это часто вы говорите что вы знаете тайну своей имени но никому вслух не говорите про это что там с вашим именем энвиль да я всем говорю это не не тайна энгельс владимирович ленин а учитывая что я татарин татары любят все красивое поэтому энгельс владимирович ленип и поэтому и марат французское имя стало татарским роза всякие ремы ринаты ринат это революционный интернационал бывает разная жизни идете вы по улице города ижевска и бабах вам навстречу энвиль косимов и о чем ты с ним поговоришь а у меня была такая история я еще был студентом иду по товарищескому переулку где суриковский институт находится бабах навстречу мне один в один энвиль но только негр а если бы вот я встретил вот мурти энвиля может отдохнешь уже не пойдешь депутаты займись другими делами сажай картошку выращивай кур в 90-е годы ты со своим дружком диктатором ижевской культуры сергеем анатольевичем орловым ездили в тайную деревню на молельное место древних удмуртов и общались говорят с духом самого казимира малевича и о чем вы там с ним говорили не могу что сказать что он рассказал я знаю что после этого произошло я и сергей анатолий черлов чуть не умерли эмиль ты мне не врешь нельзя играться с потусторонними духами нельзя с ними шутить вот буквально на следующий день случились такие вещи по-разному с каждым мы были на грани жизни и смерти энвиль у тебя имя шутника а помнишь как над тобой кто-нибудь другой пошутил много историй но одну из которых помню это андрей васильевич шутов присылает мне письмо на официальном бланке за подписью тогдашнего руководителя ульмуртской республики волкова александр александрович тогда только-только заканчивала строительство зоопарка и они прислали письмо что сейчас зоопарк достраиваться и нужно какие-то брать ответственность за какой-то из животных ну прислали мне список вот такие то животные еще свободны ну там был медведь белый да слон и белка летяга я как не могу же ослушаться главу региона я тут же начал готовить ответ и так далее и выбрал естественно летягу потому что она маленькая мало ест потом оказалось что это первая плюсская шутка я уже все я уже готов был да там до конца своих дней белку литягу кормить в госсовете как шутит 1 апреля есть там смелые парни которые могут пошутить например председателем государственного совета не знаю если пошутит только один человек кто-то этот окажется эндерем говорят что депутаты скучные люди правда ли это нет они очень интересные очень много анекдотов знает и чтобы стать депутатом нужно же быть личностью потому что надо чтоб тебя избрали это же не просто так вот взяли сказали все энли ты депутата на что за тебя люди проголосовали и среди депутатов всех созывов которых я работал работали уникальные люди и каждый в своей области достойный да поэтому очень много интересных людей и кстати по-разному они разный юмор потому что у заводских директоров один юмор у молодых предпринимателей другой юмор многие шутят и как бы много анекдотов но вот объясняя какие разные люди например как-то геннадий иванович кудрявцев прекрасный директор руководитель сейчас он почетный гражданин русской республики очень много наград но всю жизнь прожил за забором заводским и как-то я захожу к нему в кабинет он говорит ну посмотри я какой сегодня смелый какое новаторство сделал да в своем костюме у него галстук не одноцветный а чуть с полосками да редкие редкие полоски там ну в общем такое но тем не менее он тот же геннадий иванович например уже взрослым человеком в лет пятьдесят исполнил свою мечту он решил научиться играть на саксофоне и он научился играть на саксофоне и много таких интересных людей в том числе и творческих юра федоров директор белкам нефти прекрасный фотограф я восхищаюсь его фотографиями много а ты совершал безрассудные поступки в таком взрослом осознанном состоянии не один много регулярно поэтому их настолько много что иногда просто художник побеждает депутата это бывает очень часто энвиль я насчитал вас двое депутат и художник как вы сосуществуете рядом им тяжело они в постоянном конфликте в постоянной постоянном таком диалоге споре им тяжело кто чаще побеждает в диалогах по-разному зависит одни недели времени год но ты известный шутник как часто ты шутить шутил над своими коллегами друзьями на работе я стараюсь не шутить потому что в жизни мы есть только шуток юмора в нормальной жизни что 1 апреля я объявляю мораторий на юмор и шутки бывают законы которые не работают и куда не деваются какая их судьба какая жизнь плохих законов ну например участие инициатива в закон о тишине на сейчас время тишины 7 с 11 часов вечера до 7 утра например сделать выходные дни с 9 это в 10 часов вечера до 9 часов утра а в увеличиваю с 8 например там до какого-то другого времени и сделать еще днем перерыв этот закон не будет работать потому что его никому будет исполнять потому что его исполнить могут только сотрудники полиции они будут действовать по федеральному закону тебе повезло и мы поступил заказ который хорошо оплачивается и тебе предложили написать картину счастье радость любовь сможешь это сделать я думаю что мой хороший товарищ даже не побоюсь этого слова друг уже эту проблему исполнил казимир северинович малевич он уже нарисовал и радость и счастье это все черный квадрат а это как черный квадрат это это большая революция это новация это окончание поиска художником композиции цвета колорита темы сюжета все с малевича начинается концептуальная искусстве это просто к нему нужно относиться с пониманием и по мнению многих таких православных людей что это такая своеобразная русская икона абсолютно я тебе не верю